Привет, все мои дорогие друзья! Прошли, вот и праздники почти подходят к концу. Как вы отмечали ваш праздник, как у вас прошел holiday, Thanksgiving? Вообще, люблю очень этот праздник, он такой теплый, такой добрый и, наверное, у всех есть за что благодарить. Это день благодарения, мы как бы преподносим еду, кушаем, накрываем хороший стол, в общем, собираемся с семьями, кто-то с семьей, кто-то выезжает куда-то. Даже если просто люди кто-то одни и все равно этот праздник такой очень теплый, очень добрый и хороший. Поэтому я люблю очень этот праздник и тоже по-своему, как могла отмечала. Хочу вам показать, что я себе купила. Смотрите, к празднику вот такая-то штучка, это натуральный стон. Сделано это украшение в Индии из натурального серебра. И здесь у нас идет натуральный стон сейм, который отвечает для всех наших чакр. Если вы знаете, вот он мне так понравился, я когда увидела, прям вообще люблю всякие такие штучки, дрючки, которые дают какой-то там позитив или энергию. Вот я сегодня не одела даже колечко. Я ношу колечко дракона. Я посмотрела по своему как бы гороскопу. Но вообще, кто в бизнесе, женщину в бизнесе очень помогает этот дракон. Это по китайскому гороскопу. Он дает уже энергию, дает позитив, дает концентрацию мышления. В общем, короче, я его все время ношу. Вот сегодня сейчас забыла, выехала и забыла. Еду навестить свою семью, поздравить своего сына, везу подарки, потому, что у него во вторник у него день рождения, и я ему хочу тут задарить всякие подарочки. И вот я вчера пошла в магазин, и вот я наткнулась вот на такую штучку. Опять-таки, это натуральный стон, все натуральные камушки, потому, что там стоит такое приложение, а как бы notification, и описание, что за что отвечает. Мы знаем, что чакры, это очень важно, там гармонировать свое тело, все вместе воедино соединить, как бы, и вижнл, и дыхание, и энергию. Одна чакра отвечает за любовь, там, за позитив. В общем-то, короче говоря, и все это вместе, оно балансирует наше тело и приводит такой равновесие, в такой баланс. Ну, вот поношу, посмотрю, будет ли у меня такое равновесие. Будет этот каждый камушек, он, в общем-то, вот, отвечает за определенную чакру и вместе помогает телу найти определенный баланс. Ну, так что посмотрим. Вот я его сегодня, первый день одела, посмотрю, какой у меня будет баланс во всем. Вот. Но я такие дела верю, да, немножечко. Все равно, может быть, это помогать не помогает, но когда ты в это веришь, и как бы тебе это тоже дает, да, какой-то определенный тоже позитив, настрой, вот, на день настрой. А это тоже очень важно, с каким-то настроем встаешь, просыпаешься, и как потом проходит твой день. Вот. Я сегодня хотела, что поговорить, я хотела спросить, как вот у вас прошли праздники, потому что это в отношении еды, да, как вы, кто-то держит диету, кто-то расслабляется во время праздника, потому что мы накрываем большие, хорошие столы, да, много еды всякой. Естественно, смешиваем всю эту еду, и потом все это наедаемся, и потом у нас получается большой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, полный желудок, трудно засыпать, вот, наверное, каждый сталкивался с такой ситуацией. У меня тоже такие моменты бывали иногда, вот, особенно если я вечером приходила с работы, прихожу, вернее, с работы, и у меня не получается во время рабочего дня там перекусить ближе к вечеру, и к 9 часов, так как я возвращаюсь поздно с работы, и мне, естественно, хочется кушать, вот, и я начинаю в 9, а то и в 10 часов кушать, пока я уже скупаюсь, душ приму, все, вот, и если я, конечно, наемся, то мне потом очень тяжело спать, я просыпаюсь очень больная, такая вся разбита, без настроения, всю ночь желудок такой полный, наполненный, вот, поэтому я для себя сейчас сделаю такую установку, я даже будильник поставила, чтобы он не звонил, беру какую-то еду с собой обязательно на работу, у меня, естественно, холодильник, кафе есть в школе, вот, и где-то до 7 часов, между 6 и 7 часами я стараюсь все-таки перекусить, покушать, и если я покушаю, то потом я уж кушать не хочу, потом прихожу, только ромашку и чаю выпиваю, где-то так за час, за полтора до сна, и мне прекрасно и замечательно, не встаю я под речком, хорошо, никакой тяжести нету, вот, но желудочно-кишечный тракт, это такая проблема, да, века, которой, наверное, очень многие люди страдают, мучаются, кстати, я тоже очень долго болела, и у меня была язва, язва 12-ти перс на кишке, очень много лет, вот, и у меня были очень большие осложнения, я попадала два раза даже в реанимацию с кровотечением, вот, и, в общем-то, доктора там чуть ли еле спасали меня, останавливают кровотечения с трудом, капельницы, потом я очень долго лежала в больнице, потом очень долго восстанавливалась, теряла вес, в общем-то, это было, вот, вот, в Турканистане, когда я жила, это была просто катастрофа, вот, просто катастрофа, я проходила лечение два раза в год, вот, и не могла ничего кушать, не могла даже не выпить никакого, там, ни вина в граммочке, и все время на это постоянных диетах, особенно после больниц, это вообще восстановительные периоды были, это просто кошмар, это надо было через мясорубку все перекручивать, там, чуть ли не по пять раз все это на пару, все это такое, вот, пареное, вареное, то есть, я себе во всем отказывала, и, в общем-то, это было очень тяжело, и, благодаря только тому, когда я приехала в Америку, только благодаря здесь, я нашла выход, так сказать, и я немножко ожила, вот, только благодаря этому, потому что, я не знаю, вот, Америка вообще очень во многом не помогла, не знаю, то ли врачи, то ли медицина, кто-то, кому-то не нравится здесь медицина, кому-то что-то, но, тем не менее, я вот для себя, я нашла такие определенные выходы, потому что Туркмени я не могла ни позволить себе, там, этого и не было даже, вот, здесь очень много всяких, как говорится, добавок, компаний, там, что хочешь, да, так сказать, вот, ну, и плюс к тому, что я, естественно, ходила к врачу, и мне сделали прописание, я стала видеть Мепрозол на постоянной основе, вот, то, что мне это действительно реально помогает, если я там, я Туркмени, мне об этом никто не говорил, я пила Мепрозол, так, курсами только, вот, то здесь я его пью постоянно, и как пить, и сколько пить, сколько, какая дозировка, то есть, мне все врач сказал, и благодаря этому, я, в общем-то, стала уже себе что-то позволять, что-то, ну, я чувствовала, что мне какие-то улучшения, и тем не менее, все равно какие-то сезонные, когда был переходный период на разные сезоны, допустим, зимы на весну, и с осени на, нет, и с лета на осень, вот, все равно какие-то обострения возникали, все равно где-то все, что-то ограничило, прислушивалось постоянно к организму, и вот, когда я стала очень заниматься собой, стала вот этими увлекаться и изучать какую-то тему насчет здоровья, и стала смотреть компании, и вот, когда я подписалась на свою компанию, которую я все время заказываю, хотя я заказываю в нескольких различных компаниях, что-то в одной этой, что-то в другой, другое, вот, обе компании мне безумно нравятся, потому что, ну, реально, да, поддержит, помогает, вот, здоровье твое, вот, и вот моя, вот, самая любимая компания, они сделали, ну, просто, я не знаю, огромный скачок в науке, да, они изобрели такой препарат, который вы, ну, никогда не найдете ни в одной аптеке, ни один доктор вам не выпишет, ну, потому что это пищевые добавки, так сказать, они очень долго работали над этим препаратом, там, такая формула, это вообще, вообще, вы знаете, да, если мы пьем, допустим, антибиотик, то, естественно, с антибиотиком надо обязательно пробивать пробиотик, да, что такое антибиотик, что такое пробиотик, вы это знаете, да, который антибиотик, он убивает все ненужные бактерии, вот, у нас в организме очень много, да, в желудочно-кишечном тракте очень много нужных бактерий и полезных и не полезных, вы знаете, что всякое у нас, чего там только нету, естественно, если они не полезные бактерии, они просто поедают полезные бактерии, они раздражают слизистую оболочку кишечника, желудочно-кишечного тракта, и потом образуются какие-то определенные такие дырочки, через которых проникает вот это всякое, наши отходы, да, они проникают в кровь, и потом все это разносится по крови, и происходят какие-либо заболевания у человека, мы не поймем, что у нас, да, у нас происходит головная боль, какая-то слабость, концентрация плохая, нету настроения постоянно, и вот такое заболевание называется дисбактериоз, да, что такое дисбактериоз, наверное, тоже многие знают, когда вот плохих бактерий больше, а хороших бактерий недостаточно в организме, понимаете, и отсюда происходит вот этот сбой, а этот сбой несет за собой большие последствия, вначале они как бы незначительные, а потом оно все больше, 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 больше разрастается, и потом переходит вот и в язву, язва желудка, язва 12-мерстной кишки, вот, если мы не следим за правильным питанием, и вот, либо нам приходится пожизненно сидеть, вот, как я очень долгое время сидела, это, ну, просто это очень сложно объяснить, потому что куда-либо ты не пошел в гости, там, куда-то знакомым, где-то какие-то свадьбы, или еще что-то, люди кушают, сидят, наслаждаются, ты постоянно в себе ограничиваешь, постоянно ты не можешь ничего покушать нормально, не насладиться, так сказать, ни питанием, ни ничем, вот, и это все время, а если еще болеет, если еще было обострение, когда, и особенно ночные, такие боли, то это просто, да, катастрофа, так сказать, не в радость ничего, когда ты не разговаривать не можешь, тебе постоянно тошнит, тебе постоянно боли в желудочно-кишечном тракте, вот, и, в общем-то, вот я для себя совсем недавно, но, наверное, год, да, как компания запрела этот препарат, я его стала пропивать, это пищевая добавка, называется Аксесс, вот, это три в одном, если вы знаете, что вы пробиваете пробиотик, да, вместе с антибиотиками, то это три биотика, что такое три биотика, про-пре-пост, да, после того, когда вы уже пробили все, то есть это три в одном, которые действуют на ваш желудочно-кишечный тракт, пробиотики, которые дают положительные бактерии, да, а пробиотики, они размножаются, увеличиваются в вашем желудочно-кишечном тракте, и постбиотик, это бактерии, которые залечивают, просто залечивают, залатывают все дыры, всю вашу слизистую оболочку, которая внутри, а если слизистая оболочка разъедается, то потом сначала кастрит начинается, а потом уже доходит и до язвы, и вот я когда, я сначала тоже, как-то, знаете, так с опаской подумала, думаю, ай, может не будет, может есть, может нету, вот, но опять-таки не попробовав, не узнаешь, и вот я стала покупать, я стала пробивать этот три биотик, и пробиваю я на постоянной основе, в общем-то каждый месяц я заказываю себе баночку, вот, ее можно куда угодно, ее можно куда-то в салаты добавлять, или можно в какие-то ваши смузи, которые вы пьете, я пью абсолютно там, просто там ложечка мерная, я сразу закидываю в рот и запиваю водичкой, и все, оно вообще-то по вкусу абсолютно не горькое, не сладкое, вот, и каждый день я это пробиваю, и вы знаете, я просто-напросто нажила, это просто я вам не могу передать, да, какое стало ощущение, во-первых, у меня ушли абсолютно боли, у меня никаких даже сезонных, межсезонных нету обострений, спасибо, боженьки, слава богу, вот, и я не знаю, себя гораздо стало здоровее чувствовать, бодрее, энергия появилась, ушли какие-то, у меня тоже были и головные боли, и настроения, перепады, да, как-то вот, не знаю, сейчас, слава богу, вот, как-то чувствую я себя хорошо, бодрячком, и самое главное, самое главное, что мой желудочно-кишечный тракт, меня не беспокоит, я могу пить и вина, я люблю немножечко венца выпить, вот, расслабиться, хорошего красного вина, вот, я могу покушать что-то, понимаете, даже я не кушаю жареного, жирного, это я уже давным-давно исключила, не только для диеты, ну, и для здоровья, так сказать, но и для диеты тоже, да, поэтому я, в общем-то, это у меня уже как бы стиль жизни, вот, вот, я питаюсь два раза в день, у меня нету перекусов, я пропускаю завтрак, я держу интервальное голодание по 16, 18, иногда и 20 часов, вот, и первое у меня, вот, допустим, мил, да, первое, когда я кушаю, это где-то в 2 часа, в час, 2 часа, вот, ну, и потом я стараюсь в 7 часов до 7 часов покушать, и, опять-таки, если я выхожу из своего режима, то это нехорошо, я это чувствую сразу, я ощущаю, и поэтому я стараюсь все-таки держать, ну, бывают всякие обстоятельства, да, конечно, когда мы выходим из режима, вот, но в общем-то, в целом, я стараюсь, конечно, себя поддерживать и держаться от этого режима, и у меня, опять-таки, никаких перекусов нету, потому что, если вы, чем больше вы кушаете, тем больше у вас поднимается инсулинорезиденция, резиденция, вот, и сахар у вас поднимается в крови, вот, потом вам еще больше хочется кушать, вот, я стараюсь, конечно, не кушать углеводы, и, в основном, белковая пища и зелень, да, салатная, вот, люблю рыбу кушать, я не ем красное мясо, практически не ем, но, опять-таки, это зависит от обстоятельств, если где-то я в гостях, или где-то, вот, я могу покушать, да, я предлагаю, то, естественно, я могу это себе позволить, я, в общем-то, не отказываю совсем категорически, но, в общем, сама для себя я этого не готова, вот, но, опять-таки, вернемся к этому препарату, вот, я очень рекомендовала, если у вас есть какие-то проблемы, да, даже если и нет проблем для профилактики, вот, если у вас есть проблемы с желудочным и кишечным трактом, то я бы очень рекомендовала пробивать лекарства на каждый месяц, на каждом месячной основе, вот, потому что, если вы сейчас вовремя это не возьмете, не примете, так сказать, меры какие-то, то в дальнейшем у вас будет гораздо хуже, и доведете, можете довести себя и до больницы, вот, как я себя довела, вот, и гораздо больше денег выйдет у вас потом, да, на лечение, а потом еще, как бы, всю жизнь вам надо будет продолжать это все, это очень-очень-очень нехорошо, поверьте мне, я это рассказываю, вот, честно и из своего опыта, вот, поэтому я очень рада, что есть такая возможность, есть такая альтернатива каким-то там тяжелым, сильным препаратом, вот, который помогает нашему желудочно-кишечному тракту и позволяет нам жить и питаться, в общем-то, полноценно, здорово, позволять себе что-то, какие-то излишества, да, так сказать, ну, иногда, если что-то хочется, вот, и самое главное жить без боли, без боли, а это самое-самое главное, вот, когда у вас постоянно в мозгу не стучит вот это вот и настолько вас не беспокоит, а вы живете, танцуете, поете, так сказать, полноценной жизнью, потому что когда болит, когда не здоровится, тогда и весь, так сказать, белый свет, говорят, не милый, вот, поэтому, если кто-то интересуется этим препаратом, пожалуйста, вы можете мне позвонить, написать, либо пройдите по линкам внизу, он там стоит, называется Аксис, вы его увидите, это Пре, Про и Пустбиотик, вот, и берите, и покупайте, пробуйте, во всяком случае, и будьте здоровы! Всем пока-пока и хороших вам выходных! Пока!